В Беларуси с июля ИПС могут предоставлять налоговые декларации только в электронном виде. Для этого предпринимателям необходимо получить сертификат цифровой подписи. Также, согласно новому закону, до 1 января 2026-го вседействующая ИП, чья деятельность не включена в спецперечень, обязана стать юрлицами. Беларусы стали активно сдавать сети и другие запрещенные орудия рыболовства. Благодаря профилактической работе от хранения и использования добровольно отказались 199 человек. Показатель в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Граждане выдали свыше 560 сетей длиной почти 20 километров и более 240 иных приспособлений. В учреждениях образования республики появится факультатив для предпринимателей. Ученики постигнут азы создания и ведения собственного дела. Десятиклассники изучат такие темы, как предпринимательское лидерство, навыки менеджмента, историю предпринимательства Беларуси. Без практической части не обойдется. Учащиеся попробуют запустить школьную бизнес-компанию. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 31 мая включительно по адресу улица Ленина 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. Приятные новости для ценителей вкусной и качественной еды. В Бобруйске пройдет третий гастрономический фестиваль «Смакфест». С 29 мая по 12 июня жители города смогут насладиться сетами разработанными заведениями общественного питания к столетию образования органов торговли. Стоимость фиксированная – 39 рублей 90 копеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова